Этот фестиваль «Золотая маска» оказался полным сюрпризов как для театрального мира вообще, так и для Новосибирска в частности. Взять хотя бы не попадание в число участников нашего оперного, который в прошлом сезоне отметился несколькими яркими премьерами, или участие во внеконкурсной программе «Старого дома с ручейником». Москомедия попала в число претендентов на «Золотую маску» с мюзиклом Александра Лебедева «12 стульев». Мне представляется, что в этом спектакле есть то, чего нам очень часто не хватает в современном музыкальном театре – это сочетание своего, то есть это авторский российский мюзикл. Если судить по отзывам критиков, им понравилась, как сделана спета и протанцована история Остапа Бендера, но остались претензии к актерской игре. В итоге Москомедия масок не получила. В этот раз мы, может быть, даже по результату, ожидаемому, я имею в виду по конечной картинке, по всему, что можно только дать зрителю, мы сделали один из самых лучших результатов. А другое дело, выдержали ли мы конкуренцию, был ли кто-то более оснащен, да, может быть. Но я точно говорю, мы удовлетворены своим выступлением, мы были счастливы. «Глобус» сумел показать себя московской публике с двух разных сторон. Как театр драматический и коллектив, способный поставить успешный музыкальный спектакль. И что примечательно, жюри «Золотой маски» оценило обе постановки. Большие надежды в «Глобусе» связывались с мюзиклом Нины Чусовой «Алые паруса». Перед вылетом в Москву в театр тщательно готовились к выступлению, но три главных маски за лучший спектакль и за мужскую и женскую партию все-таки достались мускомедии Санкт-Петербурга с ремейком венской постановки «Бал вампиров». «Глобус» получил награду за работу дирижера Алексея Людмилина. Главной неожиданностью всего фестиваля критики уже признали награду лучшему режиссеру в драме. За спектакль «Август, графство Осыч» маску получил Марат Гацалов, которому удалось обойти таких именитых соперников, как Кама Гинкас, Миндауга Скорбауски, Сарима Стуминас и Константин Богомолов. Конечно, мы очень довольны результатом и счастливы. И мне кажется, что это определенная оценка нашего творческого состояния и пути развития современного сегодняшнего театра. Поэтому, конечно, мы счастливы. Алексей Кудинов, Павел Мирошников, телестанция «Мир». Спасибо. Спасибо.